Петербургский диалог призван укреплять германо-российские связи. Над этим вопросом представители двух стран работают с 2001 года. На этот раз политики говорили о проблемах, которые возникли недавно, в период охлаждения российско-германских отношений. Не обошли стороной и тему санкций, наличие которых усложняет процесс и приносит убытки обеим сторонам. Восстановление атмосферы доверия в отношениях России и ФРГ – одна из главных задач петербургского диалога, подчеркнули участники. Несмотря на, как я уже сказал, на определенное охлаждение последние годы наших отношений, вот сегодняшняя наша встреча, сегодняшнее выступление и германских представителей петербургского диалога и российской стороны показали, что мы понимаем друг друга. Мы понимаем друг друга и мы хотим сотрудничать. И говорить с друг другом, понять друг друга, что мы дорожим нашими отношениями. Петербургский диалог для нас важен. Дискуссия получилась большой и интересной. Наша цель – продолжать улучшение германо-российских связей. Чтобы разрешать разногласия, нам необходимо продолжать диалог, в том числе и по сложным вопросам, с которыми мы можем справиться только сообщением. Работа двустороннего дискуссионного форума продолжится 14 июля в Санкт-Петербурге. Лидеры стран участия в петербургском диалоге пока не принимают. В середине же октября в Мюнхене состоится германо-российский молодежный форум. В Сочи петербургский диалог провели не случайно. Два года назад германская сторона не приехала в Олимпийскую столицу, отказавшись участвовать в форуме из-за обострившейся ситуации в Украине. На этот раз принимающая сторона решила познакомить коллег из ФРГ с постолимпийским наследием страны. Для гостей провели экскурсию по Олимпийскому парку.